Музыка Предприятие пассажиру Вилтенс предлагает реформировать и оптимизировать систему железнодорожных станций в Латвии. Об этом сообщает Совет общественного транспорта. Инициатива предусматривает разделение железнодорожных станций на четыре категории в зависимости от количества пассажиров, местоположения и потенциала мобильности. К первой категории или категории А предлагается отнести семь станций – Рига, Огра, Елгова, Майори, Тукумс, Царникова и Даугупелс. В категории Б окажутся еще 24 станции, в том числе Плявениск, Руспелс, Резакна, Сигулда, Цесис, Валмера, Добелая и Лепая. В категории С и Д предлагается отнести все остальные железнодорожные станции. Предполагается, что на станциях категории А будут установлены билетные автоматы, информационные пункты, кассы и зал ожидания. На станциях категории Б также будут залы ожидания и билетные автоматы. Станции категории С будут оснащены билетными автоматами и навесом, а станции категории Д будут оснащены только навесом, информационными экранами с расписанием движения поездов в реальном времени. На всех станциях всех категорий будут размещены туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями, а также комнаты для пеленания младенцев. По текущим оценкам, за счет этой реформы пассажир Уилтон сможет сэкономить около 1 миллиона евро в год. В прошлом году прибыли пассажиры Уилтон до уплаты налогов составило 592 350 евро, и в 2022 году предприятиям было перевезено более 15 миллионов пассажиров, что на 40% больше, чем в 2021 году. Новый учебный год станет особенным для тех учеников, которые решат продолжить свое обучение в средней школе и поступят в 10 класс. Учитывая, что цель общего среднего образования заключается в помощи подготовиться к обучению в ВУЗе, молодым людям придется очень серьезно подойти к выбору к так называемым корзинам обучения. На уровне средней школы учащийся должен пройти три углубленных курса и по одному из них выполнить самостоятельную исследовательскую, творческую или общественную работу. Государственные зачеты или экзамены предполагается сдавать по латышскому и иностранному языкам, по математике и двум предметам, выбранным самим школьником. Минимальные критерии приема в 10 класс предусматривают, что балл централизованного экзамена по латышскому языку должен быть не ниже 46%, или годовой балл по данному предмету должен быть не ниже 5 баллов, если учащийся был освободен от государственных экзаменов. Это требование распространяется как на выпускников 9 классов программы базового образования, так и программы базового образования нацменьшинств. Каждое учебное заведение может иметь дополнительные критерии условия приема в среднюю школу, с которыми будущим старшеклассникам предлагается ознакомиться заранее на сайтах выбранных учебных заведений. Кроме того, эта информация будет обобщаться и публиковаться на сайте Дагубовского управления образования сразу после пасхальных праздников. Более года назад из-за несоответствия требованиям правил Кабинета Министров в Крыжах был закрыт единственный в микрорайоне докторат. И уже практически год жителям этого весьма отдаленного городского района приходится ездить в центр города для того, чтобы посетить семейного врача. Еще в начале этого года планировалось разместить докторат в помещениях бывшего детского сада. Позже появилась инициатива установки модульного здания, но она провалилась. И сегодня самоуправление решает вопрос о перепланировке одной из квартир в этом микрорайоне под докторат. Только завершился конкурс. Мы получили три предложения от потенциальных кандидатов, но цена очень высокая. Самая низкая цена по приведению соответствующей инфраструктуры в порядок составляет 18 тысяч. В этой связи было решено конкурс прекратить и объявить новую закупку. Если он закончится ничем, то мы попробуем найти специалиста, который поможет решить нам этот вопрос. Просто так открыть докторат не предоставляется возможным, даже хотя бы потому, что придется получить заключение инспекции общественного здоровья на то, что такое медучреждение здесь может быть создано. Но документы готовятся. Я думаю, что в течение года мы однозначно этот вопрос закроем и докторат в крыжах откроется. Врач уже согласен. Загвоздка только в помещениях. Там должен быть построен отдельный вход. Использование для этого места общественного пользования, то есть лечащие клетки, не подходит. Поэтому здесь необходимо работать специалистов. Жители микроинной крыжи надеются, что все технические вопросы будут реализованы в кратчайшие сроки. И уже в этом году они смогут начать посещать семейного врача по месту жительства. Весной прошлого года самоуправление Дагополса приняло решение о заключении соглашения с Фондом поддержки поляков, которое предусматривает создание новой спортивной площадки возле учебного корпуса Дагополской польской гимназии имени Пилсудского, расположенного на улице Марии с 1С. Согласно договору, польская сторона готова выделить 65 тысяч злотых на разработку необходимой проектной документации для строительства. И уже в августе прошлого года был готов эскиз нового спортивного объекта. Но одно дело проектирование и совсем другое строительство. Как стало известно, объявленная закупка на создание спортивного объекта закончилась ничем. На тендер заявился только один претендент. Объявлен новый конкурс, и мы призываем строительной компании принять в нем участие. Следует отметить, что внесенные в законодательство поправки говорят о том, что если на конкурс заявляется один претендент, то закупка объявляется несостоявшаяся. Кроме этого, претендент, который подал на конкурс свои документы, был готов выполнить муниципальный подряд за 400 тысяч евро. И эта сумма без учета налога на добавленную стоимость. И эта сумма в значительной мере превышает сумму, которая ранее была предусмотрена самоуправлением. До 27 марта в Даугополсе проходит общественное обсуждение обязывающих правил о суфинансировании со стороны родителей обучения подрастающего поколения в Даугополской средней школе дизайна и искусства Саулы школа. Проект предусматривает, что за изучение программы профориентационного образования 1-3 класс эта оплата составит 10 евро в месяц. За обучение по программе «Музыка и искусство. Движение» параллельно с программой профориентационного образования для 1-3 классов объем софинансирования может составить 5 евро в месяц. В свою очередь за обучение учащихся с 4 по 7 классы по программе профориентационного образования оплата составит уже 15 евро в месяц. А софинансирование со стороны родителей за обучение по программе по интересам подготовительный курс в художественной школе планируется взимать плату в размере 20 евро в месяц и за учебную программу по интересам студия 20 евро в месяц. Своё мнение по подготовленному проекту решения можно высказывать несколькими способами, а именно отправив своё мнение в электронном виде на адрес inga.limbenet.algupus.lv или воспользовавшись услугами почты. Также подать документ можно лично в информационном бюро Даугупского самоуправления. С 14 по 15 марта Даугупская крепость станет эпицентром военных учений, главными участниками которого будут бойцы 36-го батальона боевого обеспечения 3-й Латгальской бригады. В учениях примут участие около 15 военнослужащих, которые будут передвигаться по крепости пешком. Все события будут проходить в светлое время суток. Оружие, боеприпасы, а также средства имитации боя использоваться не будут. Учения проводятся согласно ранее утвержденному плану на 2023 год, и они проходят по всей Латвии. Жители просят с пониманием относиться к военным учениям ЗМСАРД, так как одной из главных целей учений является улучшение боеготовности ополченцев и укрепление обороноспособности государства. Ожидаемые на этой неделе дожди и таяние снега в ближайшие дни вызовут резкий подъем уровня воды в реках страны. Об этом предупреждают синоптики. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самый резкий подъем уровня воды ожидается в малых реках во вторник и в среду. Во многих местах он поднимется более чем на метр. Самый глубокий снег лежит сейчас в Идзиме и Латголе, поэтому в этих регионах возможен самый сильный паводок. В ЗМГЛе снега меньше. Во вторник в большинстве регионов страны температура воздуха повысится до плюс 6-11 градусов, а в четверг ожидаются заморозки. В пятницу небольшой мороз, а в выходные дни температура может подняться вновь выше плюс 10 градусов. Редактор субтитров А.Семкин